Глава четвертая Как птица, что мчится в ветреном, в сумасшедшем небе и вдруг с перебитыми крыльями падает клубком на землю, так вся жизнь Ольги Вячеславны. Страстная, невинная любовь оборвалась, разбилась, и потянулись ей ненужные, тяжелые и смутные дни. Долгое время она валялась по лазаретам, эвакуировалась в гнилых теплушках, замерзала под шинелишкой, умирала с голоду. Люди были незнакомые, злые, для всех она была номер такой-то по лазаретной ведомости. Во всем свете никого близкого. Жить было тошно и мрачно, и все же смерть не взяла ее. Когда выписалась из лазарета, наголо стриженная, худая до того, что шинель и глинище болтались на ней, как на скелете, пошла на вокзал, где жили и мерли в залах на полу какие-то на людей непохожие люди. Куда было ехать? Весь мир, как дикое поле. Вернулась в город, на сборочный пункт к военкому, предъявила документы и наградную брошь-стрелку, и вскоре с эшелоном уехала в Сибирь. Воевать. Стук вагонных колес, железный жар печурки в сизом дыму, тысячи, тысячи верст, долгие как путь, песни, вонь и загаженный снег казармы, орущие буквы военных плакатов и черт знает каких афиш и извещений. Клочья бумаги, шелестящие на морозе, мрачные митинги среди бревенчатых стен, в полумраке коптящие лампы, и опять снега, сосны, дымы костров, знакомый звук железных бичей боя, стужа, сгоревшие селок, кровавые пятна на снегу, тысячи, тысячи трупов, как раскиданные дрова, заносимые поземкой. Все это путалось в ее воспоминаниях, сливалось в один долгий свиток нескончаемых бедствий. Ольга Вячеславовна была худая черна, могла пить автомобильный спирт, курила махорку и, когда надо, ругалась не хуже других. За женщину ее мало кто признавал, была уж очень таща и зла, как гадюка. Был один случай, когда к ней ночью в казарме подкатил браток, бездомный фронтовик с большими губами, губан, и попросил у нее побаловаться. Но она с внезапным остервенением так ударила его рукояткой нагана в переносе, что братка увели в лазарет. Этот случай отбил охоту даже и думать о гадючке. Весной занесло ее во Владивосток. В жизни в первый раз она увидела океан, синий, темный, живой. Бежали, стремились к берегу длинные гривы пены. Поднимались волны еще на горизонте и, добежав, били в мол, взлетали жидким облаком. Ольга Вячеславовна захотела уйти на корабле. Ожили в воспоминаниях картинки, над которыми мечталась в детстве. Берега с невиданными деревьями, горные пики, луч солнца из необъятных облаков и тихий путь кораблика. Проплыть мимо мыса бурь, посидеть пригорюнесть на камешке у реки Замбези. Все это был, конечно, вздор. Никто не принял на корабль. Только в портовом тайном кабачке старый лоцман, приняв ее за проститутку и с пьяными слезами пожалев за погибшую молодость, нататуировал на ее руке якорь. Помни, сказал, это надежда на спасение. Потом кончилась война. Ольга Вячеславовна купила на базаре юбку из зеленой плюшевой занавески и пошла служить по разным учреждениям. Машинисткой при исполкоме, секретаршей в главлесе или так, песчебумажной барышней, переезжающей вместе с письменным столом из этажа в этаж. На месте долго не засиживалась, все время передвигалась из города в город, поближе к России. Думалось, проехать бы по тому мосту, над тем берегом, где, зачерпнув в реке котелок, в последний раз сидел с ней Дмитрий Васильевич. Нашла бы и тот куст ракитовый, и место примятое, где сидели. Прошлое не забывалось, жила одиноко, сурово, но военная жестокость понемногу сходила с нее. Ольга Вячеславовна снова становилась женщиной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова